Детские побеги бывают двух видов. Мотивированные, имеют чисто психологические причины, являющиеся следствием, например, конфликта. И немотивированные. Такая форма реагирования, при которой уже любая неприятная ситуация вызывает протест и желание сбежать. Что обычно делают на улице сбежавшие дети, попробуем разобрать далее. В управление МВД России по городу Магнитогорску поступают заявления от родителей, которые поясняют, что их дети самовольно покидают дома. Соответственно, в дальнейшем родители не знают, где они. Как правило, нет связи. То есть сотовые телефоны отключаются в соцсети, дети не выходят. И, конечно, родители начинают бить тревогу, обращаются в полицию. Как правило, по таким фактам незамедлительно подключаются полиция и волонтеры. Как пример, история молодого человека, который ушел из дома и просто гулял по городу, ночевал на улице, питался чем попало. В какой-то момент его заметили волонтеры, которые вели розыск без принудительного применения сил. Они разговорами убедили его вернуться домой и сопроводили до квартиры. Бывает, что дети совершают вот такие уходы из-за банального просто какого-то замечания со стороны родителей. То есть был факт ухода, когда обнаружили у подростка в кармане зажигалку. И мама констатировала тот факт, что ребенок курит. И, естественно, в дальнейшем уже просто-напросто разгорелась такая сцена, наверное, не очень лицеприятная. И подросток принял решение, что единственный выход в этой ситуации – это хлопнуть дверью и уйти. Для того, чтобы поиск сбежавшего ускорился, всегда знайте телефоны друзей вашего ребенка и места, которые он чаще всего посещает. Также важно иметь свежие фотографии и помнить, в чем именно он ушел. Все эти мелочи очень помогут. На сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok